Покажу Вера Рейсовича, но не хотите поехать, кстати, в Кемерово и Томск, и в Новосибирь спеть, и оказывается в циреидии Пестровинского со мной. Ну почему, дедка, я бы могла. Потом ей делают вызов оттуда, в филармонию, и она мне звонит, так это правда, я еду. Но она же не знала, что я пою. И вот она туда приезжает, опаздывает, как все женщины. Я уже начинаю петь. Она входит в зал и видит, что я так пою, что я певец. Она говорит, я, она потом рассказывала, я потеряла дара речи, не знала, что сказать. Я даже не могла вступить в свою партию, только правильно. Была такая взъерошенная этим событием. И так мы с ней дружили. И однажды она говорит, вот это по поводу моего творческого путь. И она говорит, ты знаешь, я сейчас пою в Варшаве, ей нужен лайн-глин, лайн-глин певец. Я в партиях узнал, потому что у нас в Варшаве был, я просто выучил две арии, три по-немецки. Приехал туда на конкурс, пендерельский, дирижировал, он был у меня на шеф, знаменитый дирижировал, композитор. И я спел, меня взяли, и я пел у них лайн-глин, третьим составом, потому что у меня был Богдан Попроцкий, если знаете, знаменитый дирижировал, то есть хороший, другой был Стюарт Берроуз, англичанин, а я был третий. И вот мы приехали на гастроли в Швейцарии, в Швейцарии, в Стокгольме. Три вечера подряд лайн-глин, я третий. А Гетто был шефом музыкальным, как я попал в гель. И вот, значит, что такое, Стюарт Берроуз не прилетает, плохая погода, у него же свой самолет, понимаете? И он не прилетает. И вот Богдан Попроцкий должен был спеть. И на репетиции он упал, в общем, сломался, аж все, сломал, и даже стоять не было. Опасный человек. Нет, ну это просто, да, и вот я пою первый спектакль, второй, а на третий он вообще не прилетает, потому что там, ну похода. И я пою третий, а что такое три раза петь Вагнера, это вы понимаете. И Гетто услышал, что маленький молодой парень, которому 28 лет, поедет три спектакля, и он пришел послушать. И он меня сразу пригласил в зал. Потом, конечно, опять даже вешенщинка мне помогала, чтобы не отпустили. Слава Богу, это было социалистическое государство, в Швейцарии в то время. Социалисты, как правило. Поэтому было легче. Я туда приехал, получил за спектакль сто этих долларов, а остальные потом привозил, как все привозили. Но мне Гетто говорит, во-первых, он меня сразу пригласил жить к себе, не потому что я был красивый, а потому что он хотел разговаривать по-русски. Да? Потому что у него отчим был русский, он прекрасно говорил по-русски, но уже забывал. Ну то, что забывал, ну просто общение. А у него был флигель большой, и там в доме, я у него жил две комнаты, у меня были свои. И каждое утро я с ним пил кофе, и он потом час со мной занимался партиями. И первое, что он мне сказал, никаких Лорен Грина, будешь петь Дон Атавио, дочь полка и сибирский тюрьмник. Я говорю, боже, у меня голос на это нет, он меня учил. И когда вы послушаете моего Дон Атавио, вы поймете. Лорен Маслель был тогда шефом, не лежу, я с ним начинала работать. То есть, понимаете, как я попал в это, да, случайно. И так я проработал там, пропел очень много партий. И потом однажды, ну я и приезжал в Россию, конечно, все и пел. Я много, и в Санкт-Петербурге год почти работал в театре в Мариинском. Тимиркана меня пригласил на Ленского и на Онегина, и на Пиковую даму. Но Марусин страшно мне завидовал, и делал там разные козни. И я наклевал на это и уехал. Ну, не захотел. И уехал я на князя Игоря, в Чикагскую оперу меня взяли, на князя Игоря, на Владимира Игоревича, конечно. Ну, я когда увидел американцев, этот страшный, полно негров, только мани, 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 эти жвачки постоянно мурят, в театре, в зрителям в зале разговаривают. Ну, я отглянулся. Ну, так я еле выдержал там восемь месяцев, а потом не продолжал. Они хотели, чтобы я нашла, но не знаю. Вот вам рассказывают. Значит, я много ездил, много пел, и в Турине пел пару итальянских, в основном русский репертуар, конечно. Потому что единственное, что у меня с языками было, как у всех русских, проблемы в то время. Когда-то в море мазал на репетителя и глина, а некоторым тангейзером останавливает палочкой этот путь, говорит, ничего нет хуже слышать, как Ковайн поет Ваннера. Ну, просто безусловно. Я покраснел, но был страшный, думаю, это уже страшно. Что? Ну, говорит, просто не знаю, что делать, но так как он это поет, и никого не знаю лучшего, поэтому везде он будет петь со мной Ваннера, кроме Германии. Так что я в Германии не делу. Никогда. Меня пригласили в Майруид. Я там спел Майнгрин и Ленского. Внук у Ваннера, он уже умер после этого.